Всем привет! Меня зовут Татьяна Ланчина, я работаю старшим научным сотрудником РАНХИКС и являюсь генеральным директором ассоциации Цель номер 7. Сегодня мы поговорим о том, что такое энергетический переход. Эта тема в последнее время очень часто поднимается в СМИ. Если вы следите за новостями в газетах, то, возможно, уже многое слышали об энергетическом переходе, об углеродной нейтральности и о прочих связанных с этим вещах. Вообще в мире сейчас происходит уже четвертый энергетический переход. Самый первый энергетический переход состоялся еще в 1900 примерно году, в конце 19 века, когда мир переходил от потребления биомассы к потреблению ископаемого топлива, прежде всего к потреблению угля. И, собственно, вообще любой энергетический переход заключается в том, что мы переходим от одного состояния энергосистемы, когда у нас была одна структура энергетики, к какому-то другому состоянию энергосистемы, где у нас уже совершенно другая структура энергетики. И вот, соответственно, первый и, возможно, самый такой серьезный энергопереход состоялся еще аж в 19 веке. А затем в 20 веке ситуация в энергетике очень быстро менялась по той причине, что быстро развивались технологии. И в какой-то момент, ближе к середине 20 века, стало существенно расти потребление нефти. И вот с этим принято связывать второй энергопереход, то есть когда у нас доля нефти в энергобалансе сильно увеличилась. Ближе к концу 20 века произошел рост доли использования природного газа. Доля природного газа в энергобалансе возросла, и в этом заключался третий энергопереход. И сейчас мы переживаем уже четвертый энергопереход, который связан прежде всего с тем, что в мире развиваются возобновляемые источники энергии, и мир понимает необходимость сокращения выбросов парниковых газов. Есть еще такое понятие, как справедливый энергетический переход. Возможно, вы тоже его уже слышали. Когда мы говорим справедливый энергетический переход, то мы прежде всего понимаем под этим то, что при изменении энергосистемы никто не должен быть забыт. То есть не люди, которые работали еще совсем недавно в шахтах, не регионы, которые зависят от ископаемого топлива, они не должны быть забыты, и необходимо оказать им помощь. То есть это должна быть помощь людям в переобучении и поиске новой работы в других секторах, и помощь регионам в диверсификации своей экономики. Ну и, конечно, нельзя забывать и о том, что с энергетическим переходом могут быть связаны различные климатические и экологические проблемы. И, в общем, обо всем об этом необходимо помнить и уделять внимание всем аспектам энергоперехода. Очень важно поговорить о том, почему сейчас происходит энергопереход и почему он особенно важен. Люди долгое время не знали, что сжигание ископаемого топлива приводит к серьезным климатическим проблемам. Еще совсем недавно считалось, что влияние человека на изменение климата, оно не доказано. И, может быть, оно есть, а может быть, это не человек виноват в том, что климат меняется. Но в последнее время ситуация сильно изменилась, и сейчас, на данный момент, среди ученых есть консенсус о том, что, да, человек виноват в изменении климата, то есть сжигание ископаемого топлива и выбросы парниковых газов от прочей человеческой деятельности, они привели к тому, что у нас температура повысилась примерно на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, то есть примерно по сравнению с 1750 годом. Скорее всего, температура будет повышаться и дальше, особенно если мир не изменит свою энергетику и не изменит свою экономику вообще, не перейдет к более зеленым отраслям. В 2015 году большинство стран мира подписали Парижское соглашение по климату, и данное соглашение говорит о том, что страны вместе должны не допустить повышения глобальной температуры более чем на 2 градуса Цельсия. Так вот, сейчас очень много усилий в ближайшее время необходимо потратить на то, чтобы ограничить повышение температуры полутора градусами. Если не получится полуторами, то хотя бы двумя градусами. Иначе произойдет повышение частоты различных экстремальных погодных явлений, и многие из этих явлений и усиление их частоты мы наблюдаем в последнее время. Это различные периоды экстремальной жары, это засухи, пожары, наводнения. И, естественно, все эти явления, они приводят к человеческим жертвам и к экономическим убыткам тоже. Помимо выбросов парниковых газов, ископаемое топливо также выбрасывает различные вредные для здоровья населения вещества. И это приводит, по различным оценкам, к преждевременной смерти примерно 7 миллионов человек в мире в год. А всего, ну, это получается, где-то каждый восьмой умерший умирает из-за сжигания ископаемого топлива и из-за выбросов, которые с ним связаны. Выбросов вредных для здоровья. Что же может помочь вообще решить проблему изменения климата? И при чем здесь вообще энергетика? Энергетика здесь при том, что от сжигания ископаемого топлива в атмосферу попадает примерно 80% всех парниковых газов. И, соответственно, если мы хотим снизить выбросы парниковых газов и замедлить или остановить изменения климата, то нам необходимо прежде всего осуществить некие изменения в энергетике, снизить выбросы от энергетического сектора. И вот на шестом слайде мы видим, какие выбросы осуществляют различные источники электроэнергии. Больше всего выбросов, конечно, от угольной энергетики. И не зря уголь считается одним из самых, точнее, одним из самых, а самым грязным и самым вредным ископаемым топливом. На втором месте у нас природный газ. Но мы видим, что тут разница между углем и газом на самом деле не очень большая. И от природного газа всего лишь вдвое меньше выбросов парниковых газов. И в самом конце у нас такие возобновляемые источники энергии, как солнце и ветер. Конечно, при производстве электроэнергии на солнечных и ветровых электростанциях у нас никаких выбросов нет. Но для того, чтобы производить электроэнергию на этих электростанциях, эти электростанции нужно построить. То есть нужно добыть различные природные ресурсы, нужно их обработать, нужно произвести солнечные панели и ветроэнергетические установки. И все это требует различных энергетических затрат. И эти энергетические затраты, они, конечно, как правило, берутся из невозобновляемых источников. Отсюда у нас получаются выбросы. То есть в мире, где будут, например, только возобновляемые источники энергии, там у солнечной ветровой энергетики выбросы будут нулевыми. Здесь просто показаны реалии сегодняшнего дня. Ну и мы видим, что у солнечной ветровой энергетики и у других возобновляемых источников энергии большое преимущество перед ископаемым топливом в плане выбросов парниковых газов. И что касается вредных выбросов, то принято выделять шесть основных загрязнителей воздуха, которые опасны для здоровья. И по пяти из этих шести загрязнителей лидирует энергетика. То есть энергетика обеспечивает основные выбросы пяти из шести основных загрязнителей воздуха. В какой примерно момент стало понятно, что текущая энергетика плохо влияет на экологию и столько такое большое количество смертей связано как раз с этим? Это очень интересный вопрос, потому что в принципе человечество стало, ну точнее не человечество, а люди, которые занимаются, например, исследованиями, они об этом задумываются уже давно. Но так, чтобы появились какие-то оценки, например, там сколько людей умирает от загрязнения воздуха, наверное, это произошло не так давно, всего несколько десятилетий назад, когда это стало обсуждаться. И в последнее время эта проблема стала просто совсем уже очевидна, потому что во многих густонаселенных регионах и в крупных городах, например, в Азии просто нечем дышать. И тут уже не нужно никаких следов не проводить, чтобы понять, что проблема существует, что выбросы от угольных электростанций, они очень плохо влияют на здоровье. И эту проблему надо как-то решать. Как же можно осуществить энергетический переход? Наверняка это очень сложно, потому что сейчас, как мы знаем, в мировой энергетике преобладает ископаемое топливо, и наверняка какие-то изменения в плане озеленения будет сделать достаточно непросто. Сейчас на восьмом слайде мы видим структуру энергетики. В энергетике принято выделять три основных сектора. Первый сектор – это тепловая энергетика, то есть производство тепла и охлаждение зданий. На этот сектор приходится где-то 51% всего потребления энергии. Второй сектор – это энергия для транспорта, где-то 32% от всей энергии. И самый маленький сектор – это электроэнергетика. На него приходится 17% всей потребляемой энергии. Проще всего осуществить энергетический переход пока в самом маленьком электроэнергетическом секторе. И здесь прогресс до сих пор был самый быстрый. Человечество уже давно, например, использует большие гидроэлектростанции, и в последнее время стали конкурентоспособны такие возобновляемые источники, как солнце и ветер, и они тоже быстро развиваются. И, соответственно, меньше всего вопросов с тем, как осуществить энергопереход в электроэнергетике. То есть мы устанавливаем новые электростанции на возобновляемых источниках и дополняем их накопителями энергии. Накопители энергии должны сыграть очень важную роль в энергетическом переходе, потому что некоторые возобновляемые источники энергии являются переменными. Например, солнечная электроэнергия может производиться только в тот момент, когда есть солнце. Ночью, когда солнца нет, соответственно, у нас выработка будет нулевая. То же самое касается ветра. Ветер бывает достаточно сильным для того, чтобы работала наша ветроэнергетическая установка, а может быть недостаточно сильным. И когда у нас ветер недостаточно сильный, у нас тоже нет выработки, или она очень маленькая. Соответственно, нам нужно сохранять электроэнергию в то время, в те моменты, когда у нас большая выработка, чтобы употреблять ее в последующем, например, ночью, когда у нас нет солнца, но нам нужно вскипятить чайник. Кстати, помимо переменной генерации, есть еще постоянная генерация на возобновляемых источниках. Это, например, гидроэнергетика, либо электроэнергия, которая производится за счет биомассы, либо за счет сжигания пилет, либо за счет сжигания биогаза. Электростанции, которые работают на пилетах или на биогазе, они аналогичны обычным тепловым электростанциям и могут обеспечивать постоянную выработку. Что касается других секторов энергетики, то есть энергия для транспорта и отопления и охлаждения, то считается, что их можно в значительной степени электрифицировать. Полностью электрифицировать их вряд ли получится, потому что там есть некоторые очень сложные для электрификации отрасли, но в какой-то значительной степени вполне можно перевести их на электроэнергию. Естественно, в этом случае они должны потреблять зеленую электроэнергию, которая была произведена за счет возобновляемых источников. Помимо электрификации, в секторе транспорта достаточно давно используется возобновляемое топливо. Это биодизель, либо биоэтанол. И также в будущем, возможно, электроэнергию можно будет накапливать не только в обычных накопителях электроэнергии, но и трансформировать ее в какой-то газ, например, водород, либо в какую-то жидкость. И, кстати говоря, что касается зеленого водорода, сейчас очень много обсуждений на эту тему, и с зеленым водородом связываются большие ожидания по развитию энергетики в целом. Зеленый водород принято относить к так называемым технологиям Power2X, то есть когда мы энергию накапливаем в каком-то газе, либо в жидкости. Зеленый водород можно будет использовать не только в транспортной энергетике, но и, конечно, для отопления, и для потребления в виде электроэнергии в будущем. И вообще, если получится реализовать планы по масштабному развитию зеленого водорода, то с помощью него можно будет очень удобно накапливать электроэнергию и транспортировать ее на различные расстояния и потреблять в любой момент времени. Что касается тепловой энергетики, то тут мы уже определили несколько путей ее озеленения. То есть это, во-первых, масштабная электрификация и использование взобновляемого электричества, во-вторых, использование зеленого водорода. И, конечно, в тепловом секторе давно используется биомасса. К биомассе тут должно быть очень осторожное отношение, потому что есть традиционная биомасса, то есть, грубо говоря, дрова. Эти дрова могут быть получены неустойчивым способом. Например, вырубили лес, который представляет собой ценность для климата и, может быть, какую-то еще ценность. И сожгли. То есть это чрезвычайно негативно сказывается на климате и экологии. Это не является устойчивым способом производства биомассы. Устойчивая биомасса может быть произведена, например, из отходов. Например, есть деревообрабатывающее предприятие, от него остаются различные древесные отходы. Эти древесные отходы собираются, и из них производятся плеты. Либо есть очень много сельскохозяйственных предприятий, которые тоже оставляют много отходов. Это могут быть как растительные отходы, так и отходы от животноводства. И из этих отходов можно производить биогаз. Есть и другие распространенные решения в теплоэнергетике, которые уже сейчас широко применяются. Например, тепловые насосы. Они широко применяются во многих странах мира, и есть уже достаточно много примеров их использования в России. И солнечные коллекторы. То есть сейчас мы в общем плане обсудили, как различные секторы энергетики могут перейти на чистую энергию, как они могут осуществить четвертый энергетический переход. Но при этом в каждом из этих секторов есть, конечно, какие-то небольшие сегменты, которые особенно сложно перевести на возобновляемые источники. Например, перевозки на дальние расстояния или авиация. Здесь пока очень много нерешенных проблем и какого-то единого и экономически доступного решения, как осуществлять перевозки на дальние расстояния за счет ВИА, пока не существует. Или, например, грузовые перевозки. Или некоторые отрасли промышленности, где углерод является частью химических процессов. Например, черная металлургия, цветная металлургия, производство цемента, химическое производство и так далее. Сейчас ведутся многочисленные исследования и различные пилотные проекты в этих сферах, как осуществить декарбонизацию этих сфер. И предполагается, что в дальнейшем здесь найдет широкое применение тот же зеленый водород и биотопливо. То есть они будут использоваться и как источник энергии для этих отраслей, и как часть технологического процесса. То, что энергетический переход сейчас является очень важным направлением развития, подтверждают инвестиции в энергетическом секторе. Вот по итогам прошлого 2020 года больше 40% всех инвестиций в электроэнергетическом секторе были направлены в производство возобновляемой электроэнергии. Для сравнения, в производство электроэнергии за счет ископаемого топлива было направлено всего 16% всех инвестиций. Также большой объем средств был направлен в электросетевое хозяйство, почему-то не очень много в накопителе энергии, и чуть-чуть также в производство атомной электроэнергии. То есть мы видим, что возобновляемая энергетика является абсолютным лидером в электроэнергетическом секторе в привлечении инвестиций. А это значит, что инвесторы верят в это направление и считают его наиболее перспективным. На этом, пожалуй, все. Будем надеяться, что энергетический переход будет и дальше идти быстрыми темпами, и что он будет давать новые возможности для роста, для появления новых отраслей, для появления новых рабочих мест и для появления новых профессий.